Ну что ж, мы начинаем. И хотя нас нет в студии, вот в то время, когда вы все это слышите и смотрите, мы прежде всего хотим, Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и Ольга Рябочкина, наш звукорежиссер, мы хотим всех поздравить с кануном учебного года. Это большое событие у всех всегда, так что мы поздравляем вас всех. Но сегодня у нас очень невеселая вещь. У нас Чернобыль и суд, который последовал над ответственными работниками Чернобыльской АЭС по обвинению в халатности и других преступлениях. Это было на следующий год после катастрофы. И сейчас о Чернобыле очень много говорили и говорят. Вышел фильм замечательный. И мы посвятили Чернобылю номер, который вот сейчас есть в продаже, номер дилетанта. Ну вот, собственно, надо объяснить. Да, мы не предлагали никакого голосования. Но дело в том, что эта тема была предложена нашим активом, членами нашей группы в Фейсбуке, страницы, друзья, программы «Не так». И было очевидно, и, собственно, люди сами об этом писали, что если мы ее предложим в любой подборке дел, ну, скажем, о техногенных катастрофах, конечно, такую подборку сделать можно, это нетрудно. Но все равно очевидно, что на волне читательского, зрительского и всякого прочего интереса все равно Чернобыль победит. Поэтому мы решили, ну, благо, все равно, значит, отпуск, и мы записываем эту передачу, мы решили, что мы не будем играть в данном случае в демократии, устраивать там в нашей жизни не так много, так сказать, демонстрационных, симуляционных выборов. Значит, в данном случае мы просто честно запишем, тем более, что действительно вот это совпадает с... Действительно, время пришло, и самое время, да. С главной темы номера дилетанта, да. Ну, о самой аварии мы рассказывать не будем, во-первых, потому что думаю, что большинству наших слушателей просто памятны эти дни. И, кроме того, как бы тщательно ты ни готовился, не будучи техническим специалистом, корректно описать, что произошло, невозможно. Вот, и я заранее хочу попросить прощения у людей, которые в этом понимают, да. Я не сомневаюсь, как я шляпну сегодня что-нибудь технически не вполне суразное. Поверьте, не потому что я не готовился, а просто потому что, ну, это действительно такая очень узкоспециальная сфера. Я понимаю, как мучились наши переводчики. Ну, как разумеется. Но при этом мучились они больше всего с запретом на слово «катастрофа». Ну да, понятно. И нужно было, и бегали по всем этажам, бегали всевозможные проверяющие и следили за тем, чтобы ни на одном из 70 там с хвостиком языков не прошло слово, похожее на «катастрофу». А вместо этого авария, да. Авария, там, оксидант. Происшествие, да. У нас все время был оксидант, который вот, и это было, конечно. Но это напоминает японский подход. Вот мы уже делали несколько передач, да, что ни случись, покушение на императора, мятеж там каких-то частей, все равно это будет инцидент. Инцидент вот сюда, так сказать, там или еще что-то в этом роде. Ну, на 25 апреля 1986 года была запланирована остановка четвертого энергоблока. К этому времени, значит, четыре блока уже эксплуатировались, пятый был на 80% построен, и под шестой блок уже был вырыт фундамент, то есть планировалось расширение, увеличение мощности Чернобыльской АЭС. Вот, четвертый блок был остановлен для очередного планового предупредительного ремонта. И во время таких остановок, значит, всегда проводятся различные испытания оборудования. Причем есть испытания регламентные, которые предусмотрены, ну, как любой водитель понимает, что такое техосмотр, и понятно, что всегда проводятся какие-то техобслуживания, да, техобслуживание именно совершенно верно, начал ляпать. Нет, я поднаторевшись с нашими партнерами, да. Вот, но помимо плановых работ часто проводятся и нестандартные, на которые нет технического регламента, а которые проводятся по отдельным, специально для них разработанным программам. И вот как раз, значит, планировалось, насколько я понимаю, это были уже четвертые такого рода испытания, испытания так называемого режима выбега ротора турбогенератора. Вот этот выбег ротора, он потом и в обвинительном заключении, и в приговоре, он будет фигурироваться. Была формулировка такая. Да, это не... Значит, эти испытания предложил генеральный проектировщик Институт Гидропроект в качестве дополнительной системы аварийного электроснабжения. Значит, насколько я понимаю, что хотели посмотреть? Хотели посмотреть в случае аварийной обстановки турбин-генераторов. Вот хватит ли той кинетической энергии, которая вот все вырубилось, так сказать, все, да, но турбины еще продолжают по инерции вращаться. Вот хватит ли энергии, которая вырабатывается вот этим, так сказать, остаточным движением турбин для того, чтобы запустить в аварийном режиме насосы. Насосы, которые подавали воду для охлаждения реактора. Три предыдущие испытания по разным причинам не закончились, то есть они не дали ни положительного, ни отрицательного результата, да. Необходимы были четвертые испытания. И вот, собственно говоря, руководящим работником электростанции, который отвечал за эти испытания, и был человек, которого сегодня называют главным обвиняемым на суде, хотя для этого, в общем, нет, ну, таких строгих оснований, потому что даже если смотреть и по приговору, и по многим другим вещам, из шести главных обвиняемых все равно было трое, да, и по должности, и по всему. Но вот чаще всего главным обвиняемым называют заместителя директора станции Анатолия Дятлова. Кто еще, да, ну и дальше, что, собственно говоря, произошло. Испытания пошли нештатно. Упала мощность. Планировалось при одной мощности проводить это испытание. Мощность упала. И для того, чтобы эту мощность поднять, начали убирать вот эти самые стержни, которые являются частью, ну, скажем так, аварийной системы. И в результате реактор, мощность начала расти, но в результате реактор вместо того, чтобы остановиться, он разогнался, и произошло то ли один, то ли два взрыва. Ну, в общем, считается, что произошло два взрыва. Вот, собственно, на те, кто смотрит нас в Ютьюбе. Это знаменитая фотография. Да, это знаменитая фотография. Вот, собственно говоря, критикуют сериал «Чернобыль». В том числе, говорят, слишком много черного дыма в момент катастрофы, там и после не было такого количества. Ну, вот если судить по этой фотографии, действительно особенного черного дыма и не было. Ну, а дальше известно многократно описано, как скрывали эту катастрофу, да, как не принимались совершенно необходимые меры для того, чтобы максимально и население близлежащих городов, в том числе крупнейшего города Киева, и тех людей, которые работали вначале на ликвидации последствий, в том, чтобы их обезопасить максимально. В общем, еще раз говорю, это многим людям памятно. Довольно быстро было начато следствие. Следствие ввел, возглавлял следственную группу, старший помощник генерального прокурора СССР, государственный советник юстиции 3-го класса Потемкин. В своей книге воспоминаний Дятлов о нем пишет доброжелательно, говорит, что да, с одной стороны он старался, так сказать, на нас возложить всю вину, с другой стороны, в общем, вел следствие достаточно корректно. Было проведено следствие, и были выделены главные обвиняемые, шесть человек оказались на скамье подсудимых. Это директор станции Брюханов, это упоминавшись уже его заместитель Анатолий Дятлов, это главный инженер станции Николай Фомин, начальник той смены, в которой все это произошло, Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха Коваленко и инспектор Госатомэнергонадзора на станции Юрий Лаушкин. Значит, им предъявили обвинение по трем статьям тогдашнего Уголовного кодекса Украинской ССР, поскольку понятно, что по законам, так сказать, той республики, на территории которой все это произошло. Что это за статьи? Статья 167-я халатность, статья 165-я злоупотребление служебным положением и нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях, статья 220-я пункт 2. Сразу скажу, что с последней статьей юридически получилось, ну, нехорошо. Дело в том, что на момент, когда произошла эта авария, атомные электростанции не входили в список таких предприятий, которые считаются взрывоопасными. То есть, строго говоря, эта статья... Серьезно? Да, хотя это не первая авария на атомных предприятиях Советского Союза, скажем так. Были аварии, там и в Челябинске, 40, на НПО «Маяк», крупнейший производитель оружейного плутония в Советском Союзе, и, значит, Катлынская катастро... Так, боюсь соврать, на Урале точно совершенно. Не уверен, что я сейчас правильно назову город. В общем, одним словом, конечно, ничего похожего не было. Но аварии случались. И тем не менее, уже потом, уже после Чернобыля, АЭС будут задним числом в этот список внесены. То есть, по сути, принцип «закон не имеет обратной силы» в данном случае был, можно сказать, нарушен. Значит, поскольку масштаб происшествия колоссальный, то было принято решение, что по первой инстанции будет его рассматривать специальное присутствие Верховного суда СССР. Сразу? Да, даже не у СССР, а СССР. Председателем судейской коллегии был Раймонд Казимирович Бризе. Если вы наберете это словосочетание в поисковой системе, то вам выдаст немало материалов на русском языке из современной латышского сегмента интернета, где об этом человеке говорят в основном плохо. Почему? Потому что для латышей он, ну, скажем так, пример коллаборациониста. Человека, который в послевоенное время, он 31-й, если не ошибаюсь, года рождения, значит, человека, который в послевоенное время стал целенаправленно делать советскую карьеру, и в том числе в качестве судьи, еще будучи судьей на территории Латвийской ССР, принимал участие в политических процессах и против деятелей подполья латвийского, и диссидентов, и так далее, и так далее. То есть он делал карьеру, за что был, так сказать, старания его не остались незамеченными, взяли в центр, взяли в состав Верховного суда, он заместительным председателем будет достаточно долгое время. Я не знаю, до какой степени это сыграло роль, но, в принципе, ну, наверное, нет ничего невероятного в предположении, что это обстоятельство учитывали, когда его назначали. Человек с таким, ну, скажем так, анамнезом, он будет еще более покладист. Конечно, от судей Верховного суда СССР взбрыка, наверное, никто не ждал, но в таком случае, с точки зрения организаторов, перебдеть, что называется, лучше, чем недобдеть. Но были народные заседатели, как положено, потому что даже присутствие Верховного суда все равно народные заседатели. Константин Амосов, Александр Заславский. Мне ничего не удалось найти про этих людей, я ничего про них не знаю, был запасной заседатель. И государственное обвинение поддерживал советник юстиции 2-го класса, старший помощник генпрокурора СССР Юрий Шадрин. Значит, в длительный, был достаточно длительный процесс, 18 судебных заседаний, 18 дней без учета выходных всяких перерывов, были опрошены 40 свидетелей аварии, были опрошены пострадавшие. Вот в группе я предложил, объявил заранее, что будет записываться передача, предложил, значит, задавать вопросы. Вот один из вопросов был, насколько широко этот процесс освещался в Советской Прессии. Вот я пытался вспомнить. Нельзя сказать, что он совсем не освещался, но, по сути, процесс прошел в таком вот полузакрытом режиме. Он не был закрытым, да, суд не закрывал, значит, заседаний, но само по себе решение провести в Чернобыле, в городе Чернобыль. Формально это объясняется тем, что по советскому законодательству действительно рекомендовалось судебное заседание проводить максимально близко к месту совершения преступления. А там вообще уже находиться-то можно было? Можно было, да, поскольку Чернобыль, это не Припять, которая расположена, вот практически, да, так сказать, станция рядом там находится. Чернобыль находился в 12, если не ошибаюсь, километрах от места аварии. Но прошло более года уже к этому времени. В июле 87-го года процесс происходит. Насколько я понимаю, были проведены весьма солидные дезактивационные мероприятия. В общем, те, кто участвовал в этом процессе, я имею в виду, кто был свидетелем, вспоминают, что все было вылизано, вымыто, приведен в порядок, значит, зал Дома культуры, где проходили эти заседания. Ну вот фотографии, которые, значит, есть у нас, они показывают такое действительно, так сказать, торжественное судебное заседание, большой зал. Вот это подсудимые, трое главных обвиняемых, да, вот директор станции, его заместитель и главный инженер. Вот так выглядит высокий суд, все положенные кресла и прочие гербы и атрибуты. Вот, значит, но дело в том, что... Герб Украинской СССР. Герб Украинской СССР, на ее территории все происходит, да. Дело в том, что свободно, без пропуска, проникнуть в эту зону, разумеется, люди не могли. То есть публика, которая была на заседаниях, это сотрудники Чернобыльской АЭС. Журналистов пустили на два заседания, на первое и на последнее. Пустили советских и иностранных журналистов. Это 87-й год. Перестройка и гласность уже объявлены. Но куда они вывернут, еще пока никто не знает. Еще больше в ускорении почти. Да. Да, почти еще. Вот 3-4 года вот этого короткого периода, но все люди, кто это во взрослом возрасте пережили, если напрягутся, вспомнят, как с каждым годом все это нарастало. Свобода слова образца 87-го. Ну да, чуть наступал, потом сильно нарастал. Это совершенно разные вещи, да. Тут еще самое-самое начало, и поэтому все очень-очень остальное. Только литературу стали печатать в 87-м. Да. То, что раньше, да, то, что лежало под спудом. Поэтому действительно кое-какие сообщения в газетах были, но они были строго еще отцензурированы. В чем обвиняли этих людей? Вот отрывочки из обвинительного акта. Директор ЧАЭС и другие подсудимые обвиняются в том, что пренебрегая своими служебными обязанностями, они допустили проведение на электростанции недоработанного с научной и технической стороны эксперимента приведшего к катастрофе. На самом деле, до сих пор, когда речь идет о том, что это было, ну, есть версии абсолютно маргинальные, никто из серьезных людей их не рассматривает. Версия локального землетрясения, конспирологическая версия существует, так сказать, о там сознательной диверсии, за которыми стоят, дальше можете себе представить список тех, кто стоит. А вот версии такие, что называется, вменяемые, они находятся в диапазоне между двумя крайностями. Крайность номер раз – это безграмотные, преступно-безграмотные действия отдельных лиц, которые нарушили все, что можно, все, так сказать, инструкции, регламенты и так далее. Вот они сидят на скамье подсудимых перед вами. Другая крайность заключается в том, что эти люди вообще ни в чем не виноваты или виноваты самую малость, а главная причина произошедшего в различного рода технических недоработках самой станции, реактора и всего прочего. То есть произошло то, что заложено было в самой конструкции. Вот, естественно, никакой единой точки зрения нет на сегодняшний день, и быть ее в таком сложнейшем деле, я думаю, не может в принципе. И те люди, которые обладают достаточным образованием для того, чтобы понимать техническую сторону спора, они могут составить себе представление. Для этого сейчас материалов много. Но в любом случае вот все выводы, которые на сегодняшний день есть, они где-то посередине между этим. Кто-то склоняется больше технической, так сказать, стороны и в меньшей степени неудачные действия отдельных людей, либо наоборот действия людей, которые наложились на несовершенство, там, сказать, всяких систем защиты и так далее. Все в конечном итоге между этим. Но на суде, в общем-то, была сделана попытка представить все результатом действия людей. Реактор мы не обсуждаем. Реактор хороший, реактор надежный. Системы защиты надежные. Во всем виноваты люди. Вот это была сверхзадача, которая стояла перед этим судебным заседанием, перед этим судебным присутствием. Да, вам нужно знать, потому что какова задача. Потому что без задачи, он, конечно, задача выяснить, как было на самом деле, она, в общем-то, стояла для комиссии скорее. Дело в том, что к этому времени комиссия уже поработала, определенные выводы были не просто сделаны, а были уже доложены в МАГАТЭ. И вот советская делегация в МАГАТЭ, в Международном агентстве по атомной энергии, как раз и отстаивала вот эту точку зрения, что реактор, хороший реактор, надежный, но вот случилось нештатное... То есть нечего дальше бояться. Да, не бойтесь, это человеческий фактор, то есть бойтесь, конечно, поскольку все равно люди работают. Но это может произойти везде, это может произойти во Франции, это может произойти в Японии, да, так сказать. А то, что у нас полтора десятка таких реакторов уже работает, это не означает, что советская атомная энергетика представляет собой угрозу человечеству. Другое дело, что потом... Дело в том, что МАГАТЭ будет продолжать, для МАГАТЭ решение суда это, знаете, не окончание всего. МАГАТЭ дальше будет продолжать все это дело рассматривать. Уже в 90-е годы гораздо больше будут говорить о несовершенстве реактора, отдельных его систем безопасности. То есть вот этот МАГАТЭ качнется в противоположную сторону этого спектра. Дальше их обвиняют в том, что после аварии не предприняли в должное время действия, направленных на ограничение ее последствий для работников электростанции, жителей окрестных районов. Не были организованы необходимые спасательные операции. Люди в опасной зоне работали без дозиметристов, контролирующих уровень. Предпринимались попытки фальсифицировать информацию об истинной опасности происшествшего, предпринимались безусловно. Да, но и имели. Вот, мы сегодня прекрасно знаем, что эти вещи решались на уровне партийного руководства и города Киева, и УССР, и СССР. Но вот, тем не менее, Брюханову, например, поставят в вину директору, что он утром 26 апреля передавал своему, то есть министерскому и партийному руководству, что на территории электростанции вокруг нее радиационный фонд составляет 3,6 рентген в час. В то время, как его, вроде бы, начальник штаба гражданской обороны уже известил, что на некоторых участках он 200 рентген. А там допрашивались вот свидетели? Допрашивались, да. Допрашивались. И надо сказать, что те фрагменты стенограммы, ну, понимаете, стенограммы как таковой нет, есть записи свидетелей, бывших на процессе. Мы говорим о процессе по обвинению ответственных лиц в чернобыльской катастрофе фактически. Мы продолжим это через несколько минут. Продолжаем наш разговор. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, Ольга Рябочкина, звукорежиссер. Эта передача идет, напоминаю, в записи. Но мы специально записали вот об этом процессе. И так свидетелей допрашивали. И вот некоторые люди, присутствовавшие на заседании суда, они вели записи свои. Поэтому это нельзя назвать официальной стенограммой. Но тем не менее, я думаю, что мы можем рассчитывать в том, что в целом эти записи достоверны, потому что, конечно, никакого умысла там намеренно их исказить у них не было. Ну, что-то могли там просто не успеть записать. Все-таки непрофессиональные стенографисты. Вот, например, фрагмент допроса директора станции Брюханова. Прокурор. Да, прокурор говорил о том, что ведь и раньше были аварии. Да, вот вы их, как следует, не расследовали. То есть, дескать, вы их халатность проявляли и раньше. Прокурор. Как вы выполняли требования по расследованию аварий? Все ли аварии расследованы до конца? Брюханов. Были аварии, когда комиссия не находила причин? Прокурор. Я могу вам показать протокол, где перечислены аварии, которые не расследовались вообще. В материалах дела он есть. Вы с ним знакомились. Вы отрицаете это, Брюханов? Нет, не отрицаю. Прокурор. В первом квартале 86-го года вы выводили защиты и блокировки шесть раз. Это делалось без согласования с высшестоящими организациями. Это нарушение. Брюханов. Я этого не знал, но могу пояснить. Неразумно останавливать блок из-за некоторых несущественных причин. Прокурор. Это противоречит правилам. Вы подписали акт приемки блока номер четыре без выполнения программы по выбегу. То есть, вот той программы, по которой, собственно, эксперимент ставился. Да, я принимал пусковый комплекс. То есть, понимаете, речи это о том, что понятно любому человеку, жившему и работавшему в советское время хоть на маломальские ответственные должности. И более того, человеку, который сегодня живет и работает на такой работе, где может что-то произойти. Если что-то случилось, если ничего у тебя не случается, то, в принципе, отмахиваться от всяких проверяющих. Если ты опытный человек, ты знаешь как. Как только у тебя что-то случилось, ты практически не имеешь шанса выпутаться. Потому что невозможно соблюдать все инструкции. Эти инструкции часто приходят из разных ведомств. И, так сказать, даже знакомиться с ними со всеми, скорее всего, нет времени и возможности. Кроме того, то, что понятно любому производственнику, если соблюдать все инструкции, ты никогда не выполнишь никакой производственный план. Поэтому, если ты хочешь делать дело, надо закрывать глаза на то, что здесь не успели, здесь не вникли, здесь чего-то. Это понятно. И, собственно говоря, директор и выглядит на этом процессе достаточно обреченно, потому что он понимает, что прокурор хорошо подготовившийся, спору нет, он его задавит. Прокурор. Персонал утверждает, что оповещения об аварии проводились стихийно. Что вы должны были сделать? Брюханов. Мне представляете, что я выполнил все требования. Прокурор. Уже в 3 часа ночи 26 апреля вы знали, что вблизи 4-го блока мощность радиоактивного облучения 200 рентген в час. Вы понимали, что дальше будет хуже? Брюханов. Я знал, что определяет мощность дозы йод и был уверен, что дозы будут падать. Что касается 200 рентген в час и так далее, то это было только в зоне видимого прострела. То есть он пытается объяснить, что в тот момент, даже зная, даже получив информацию того же начальника гражданской обороны, оценить это все было невозможно, потому что можно было предвидеть различные возможные последствия. И то, что будет падать доза, и то, что она не будет падать, и так далее, и так далее, и так далее. Мы ему говорили, что в таких случаях надо предусматривать худшее. Ну вот прокурор говорит, это нарушение. У прокурора же очень простой разговор, и формально он прав. Да, были нарушены инструкции, такая была нарушена инструкция, такая была нарушена. Что в конечном итоге суд констатирует, что из обвинительного заключения перекочует в конечном итоге в приговор. Подготовка персонала станции по вине ее руководителей не соответствовала требованию руководящих оказаний по работе с персоналом. Это к вопросу о том, что во время проведения эксперимент, когда все пошло нештатно, действительно многие работники, в том числе рядовые, действовали не лучшим образом. Вот, пожалуйста, значит, виноватые начальники, они не обеспечили соответствующую подготовку, значит, персоналу. Брюханов Фомин Лаушкин. Нарушения требований инструкции о проследовании учета аварии, утвержденной Мининерго СССР 17 сентября 1975 года и 1 сентября 1983 года, не обеспечили полного учета, тщательного и технически квалифицированного, установления причин аварии и других грубых нарушений режима работы. Не всегда выявляли виновных в этом лиц. В отдельных случаях причины, даже сами факты нарушения не скрывались. Вот это шлейф того, что на любом предприятии, естественно, найдется. Были аварии, вы им не придавали значения, вы не делали выводы. Вот смотрите, что получилось. Несмотря на то, что на четвертом блоке станции не были проведены необходимые испытания торбогенераторов, 31 декабря 1983 года Брюханов подписал акт о приемке в эксплуатацию пускового комплекса на блоке как полностью законченного. Это его бьют тем, что если бы были проведены своевременно эти испытания, их не понадобилось бы производить в апреле 1986 года. С целью доведения до рабочего состояния системы безопасности по договору с организацией Донтехэнерго проводились испытания торбогенератора в режимах совместного выбега с нагрузкой собственных нужд, которые не были удачными. Это вот предыдущие три испытания. Тем не менее, Фомин Коваленко-Дятлов 30 октября 1985 приняли техническое решение и дали сопряжение внедрения режима выбега на четвертом энергоблоке в опытную эксплуатацию, не поставив в известность вашей старейшей организации о предстоящих испытаниях при выводе энергоблока на очередной ремонт. Вы не согласовали, вы не посоветовались, вы на свой страдающий риск приняли решение. Программа испытаний надлежала согласовать с научным руководителем, главным конструктором, главным проектантом, госатомэнергонадзором и заместителем главного инженера станции по науке, но этого не было сделано. Опять же, любому понятно, что если начать со всеми этими шестью согласовывать, то никогда ты не проведешь этих самых испытаний. Фомин, Дятлов, Коваленко не оговорили в программе испытаний остановку реактора в момент начала испытаний, что дало возможность оперативному персоналу вывести из работы аварийную защиту А3-5, АЗ, извините, АЗ, аварийная защита 5 по останову двух турбин. Они не увязали между собой тепловую мощность реактора, электрическую мощность генератора, не регламентировали отвод из контура из лишнего пара, не предусмотрели должных мер автоматической ручной компенсации. Я несколько месяцев назад для одного из наших выпусков районных номеров журнала «Дилетант» делал материал о катастрофе на атомной подводной лодке, и вот там подробно тоже, так сказать, читал в материалах, описывалось, как на ходу, когда уже авария развивалась шире вглобь, начиналось техническое творчество. А вот давайте сделаем внешний обводной контур, а давайте залезем в этот отсек, попробуем воду пустить так для того, чтобы охладить реактор. Вот у меня такое ощущение, что это беда любой нашей технической мысли. Вот как только происходит что-то нештатное, тут же на ходу на коленке начинают приниматься. Но иногда это надо делать. Нет, в ситуации, когда реактор идёт в разнос, что-то надо делать, и те моряки, которые сумели, в общем, на лодке избежать взрыва, они молодцы герои. Хотя, как потом специалисты выяснили, взрыва и не могло быть, но они это знали на тот момент. Интересно, что свою работу, как положено, проводил Комитет государственной безопасности, который при помощи различного рода своих агентов следил по своим каналам за тем, как ведут себя подсудимые и пытался на них влиять. Вот, например, из сообщений того времени, во время суда. Брюханов ВП считает, что экспертиза некомпетентна, поэтому не сможет сделать правильных выводов о причине аварии, хотя оспаривать её выводов не собирается. Рассчитывает на наказание на срок 7-8 лет, надеется попасть под амнистию. Ценные для обвинения сведения, да, так сказать, что будет оспаривать тот или иной обвиняемый. Фомин высказал мнение о том, что причиной аварии явился эксперимент, программа которого была подготовлена слабо. Ага, значит, это обвиняемый, который на нашей стороне, да, он в своих показаниях будет в нашу был покунуть. Кроме того, Дятлов нарушил эту программу, недоумевает по поводу поведения Дятлова, который старается свалить вину на совершенство реактора. Рассчитываем на Фомина. Дятлов недоволен тем, что якобы суд игнорирует его вопросы как эксперты. Надо сказать, что Дятлов был единственным активным обвиняемым, который пытался спорить, который выдвигал свои контрдоводы. Собственно, он потом уже, выйдя из тюрьмы, его уже нет на свете, он скончался. Он, кстати говоря, получил в первые дни после аварии очень серьёзную дозу радиации. На суде был ещё болен. Ну, тем не менее, его поместили на время следствия под стражу, хотя... Ну, неважно. Настаивает на том, что даже судом признано, что реактор не соответствует основным требованиям безопасности. Намерен в последнем слове высказать всё, что думает о суде, экспертах, аварии и т.п. Мотивирует тем, что 10 лет, которые ему дадут, он не проживёт, но его волнует его репутация. Единственное, что он должен спасти. Считает, что общественное мнение находится на его стороне. Вновь высказал мысль о том, что выводы об истинных причинах можно опубликовать только за границей. Беспокоит подсудимый Дятлов, организаторов процесса, потому что он уже решил, что всё равно его в тюрьме сгноят. Поэтому можно сказать всё, что он думает. С Дятлом будет работать некий агент Вова, сокамерник, подсадная утка, который будет ему говорить, да что ты, да что, да не надо, да только хуже сделаешь и так далее. Насколько повлияет, трудно сказать. Ну, в общем, последнее слово даже у Дятлова получилось таким наполовину покаянным. У всех остальных практически стопроцентно покаянным. Брюханов заявил, что каким бы ни был приговор, обжаловать не собирается, так это ни к чему хорошему не приведёт. Последнее слово хочет использовать для того, чтобы понравиться суду. Говорить намерен не более трёх минут. Опасается, что Дятлова в своём выступлении может повредить ему и Фомину. Отрицательно относится к возможному присутствию на последнем заседании советских и иностранных корреспондентов. Фомин удовлетворён тем, что суд скоро закончится. Считает, что проходящее судебное разбирательство не повлияет на сроки наказания, которые уже определены заранее. Дятлова высказал мнение о том, что ему очень нужна свобода, добрый инженер, на имя в глазах свидетеля он себя уже реабилитировал. В последнем слове постарается выступить так, чтобы не навредить своей семье. Вот на что работал агент Вова, когда уговаривал его, что не надо, так сказать, рвать на себе рубаху. Продолжает активную подготовку к выступлению, в котором намерен отстоять, своя мысль о том, что основной причиной аварии явилось несовершенство реактора. Вот на сегодняшний момент, да, прошло 30 лет. По-прежнему спорят, как я уже говорил. И вот для примера, вот одно мнение, я специально не называю авторов, это мнение технического специалиста, человек, который разбирается в производственной стороне вопроса. Во время испытаний на выбег мощность аппарата упала значительно ниже, чем было необходимо по программе. Персонал был обязан их прекратить и заглушить реактор. То есть вот он считает, что тем, что они начали пытаться поднять мощность, начали убирать вот эти самые штыри, да, они, собственно, и спровоцировали все, что дальше последовало. Но вместо этого они стали пытаться любой ценой поднять его мощность до запланированной программы эксперимента. 12 раз операторы проигнорировали регламент эксплуатации, вопреки десяткам инструкций отключили все системы аварийной защиты и охлаждения. Так что причина аварии – незаконный эксперимент. Это вот одна точка зрения. Как ее сформулировал, еще раз говорю, человек, который с технической стороны. А вот мнение юриста, значит, который там очень такое подробное заключение об этом расследовании, об этом процессе написал. Нет сомнения, ряд нарушений режима эксплуатации ядерного реактора лицами, осужденными по данному делу, можно считать доказанными в ходе судебного процесса. Однако, каков характер этих нарушений? Например, группа видных специалистов из Обнинска, специальный следующий данный вопрос, руководитель группы профессора Дубовской, пришла к выводу, что, цитата, «если бы аварийная защита реактора хотя бы в какой-то степени соответствовала своему назначению, то все нарушения, допущенные персоналом, привели бы только к недельному простою четвертого блока ЧАЭС. То есть, аварийная защита, она была недостаточной. Если бы она была достаточной, то это была бы, ну, небольшая эксплуатационная, небольшой эксплуатационный сбой. То есть, самое большое, что можно было винить в вину осужденным, это халатность преступления, предусмотренные статьей 167 УК ВССР. Вряд ли можно считать обоснованным и осуждение бывшего директора ЧАЭС Брюханова по статье 165 «Злоупотребление власти или служебным положением». Он признан виновным в том, что мысленно скрывал факт значительного превышения уровня радиации. Во-первых, в материалах дела есть данные, что на месте аварии сразу прибыло множество различных начальников, которые призывали не допускать паники. То есть, он был несамостоятельен в принятии этих решений. Во-вторых, сомнительно по уже сложившейся после аварии обстановке, о чем в частности отмечено в меморах академика Легасова, что директор РАЭС располагал на тот момент достаточной информации. Информации властью располагал. И приговор Дятлов, Фомин, Брюханов были приговорены к 10 годам заключения. Рогожкин 5, Коваленко 3, Лаушкин 2 года лишения свободы. Никто из них не отбыл полностью. Ну, то есть, я имею в виду, вот из тех, кто к 10 годам был приговорен, потому что Фомин, который еще во время следствия пытался покончить с собой, в 88-м вообще был переведен в психиатрическую больницу. И, собственно, видимо, сошел с ума окончательно. Дятлова освободили по состоянию здоровья в 91-м. И Брюханов вышел по условно-досрочному тоже в 91-м году. Ну, а о том, был ли этот суд вот сегодня, да, по прошествии времени, был ли этот суд справедливым, полным, объективным судебным разбирательством. О том, что эти люди в чем-то виноваты, с этим, видимо, более или менее все согласны. И они сами, в общем, так же говорили. Да, что-то я не предусмотрел. Да, что-то я нарушил. Да, так сказать, здесь можно было и лучше действовать и так далее. Но вот вопрос о соотношении того, был ли действительно, были ли действительно подобные реакторы, такой вот миной замедленного действия, крайне несовершенной в техническом отношении. А это главное. А это главное, потому что некоторые из них до сих пор, по-моему, работают. Вот. Этот вопрос суд, конечно, не решил. Я думаю, что он решить не мог. Он, конечно, был задан, определенный, так сказать, ход и результат этого процесса. Если бы на пару лет, пару лет бы с судом повременили, вполне возможно, что в 89-м все пошло бы уже совсем по-другому. Но очень торопились показать, в том числе и судом, что восприняли все всерьез, виновны и наказаны в этом деле. И установили причину. Установили причину, да. Это вот некомпетентность. И это была возможность запоздала успокоить людей. Мировое сообщество и, конечно, людей внутри страны. Мировое сообщество как раз и оно забило тогда в набат. Ну, разумеется. Когда Швеция дошла. Да, да, да. По-моему, до Австралии даже дошла. Нет, ну, когда уже к соседям приехало все это, уже тогда подумали, что скрывать невозможно. Да. Так что нельзя сказать, что суд был вообще совсем не объективен, что абсолютно невиновных людей в качестве стрелочника. Но, понимаете, в известной истории про стрелочника, которую невозможно в этой ситуации не вспомнить, ведь мы же не говорим, что стрелочник тоже не виноват, совсем не виноват. Да, мы говорим, что стрелочник, да. Но помимо стрелочника очень много было других начальников, которые кто-то понес партийную ответственность, кого-то из партии исключили, кто-то про него понес дисциплинарную ответственность, кого-то в должности понизили, кого-то на пенсию отправили, там, досрочно и так далее. Много достаточно людей пострадало, но вот так, чтобы на всю страну козлами отпущения стали, это, конечно, вот это честь человека. Или я что-то пропустил, или действительно этого там нет, ни в коем случае им не приписывается умысел. Нет, безусловно. Понимаете, вот в предыдущем номере дилетанта я писал статью о телегульской катастрофе, железнодорожной катастрофе, я там сказал, что вот особенности русской катастрофы, она стоит из трех частей. Хотели как лучше, получилось, как всегда, награждение непричастных, наказание невиновных. Действительно, хотели как лучше. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, вот такой случай мы разобрали сегодня, и голосование у нас на сайте. Голосования у нас в этот раз не будет, потому что у нас голосование мы в прошлый раз объявили, и вот его результаты будут восьмого. Вот его результаты. Да, да. То есть на сайте результаты. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Сережа, извините, не сказал. Мы воскресенье дадим, как бы на две недели вперед. Да. Оль, можешь про голосование все выкинуть.